Итак, для того, чтобы правильно выполнить упражнение на бок, я сейчас вам покажу прежде всего, какие ошибки спортсмены делают и что в связи с этим получается. Итак, смотрите. Каждый, кто думает, что вставляет трос на малый угол атаки и выполняет вот это упражнение, делает типично на фронтальной нажиме. На самом деле, правильный фронтальный нажим зависит от двух вещей. Насколько у вас сильные мышцы грудной клетки и насколько у вас сильный и не болящий, можно так сказать, сустав плеча, плечевой сустав. Почему? Смотрите. Для того, чтобы сделать правильный фронтальный нажим, желательно, не желательно, а советую, стол поставить в одной линии с регулирующим блоком. При этом угол атаки несколько поменять, поднять его выше, где-то градусов на 20-25. И теперь смотрите. Выполняем все на той же самой ручке с накручивающейся лентой. Вот это упражнение, это фронтальный нажим. А теперь еще обратите внимание так. Если вы хотите перевести вашу нагрузку на грудную клетку, вам нужно несколько подсадиться вниз. При этом у вас ослабляется работа плеча, плечевого сустава, только работает грудь. Это упражнение делается с короткой амплитудой, потому что нам нужно напрячь, прежде всего, фронтальным нажимом. Это укрепить связку, а прежде всего укрепить грудную клетку и плечевой сустав. Если одно огниво в этой цепи начинает болеть, естественно, вы не сделаете правильный фронтальный нажим, и у вас будет дискомфорт. У вас получается так, что во время старта вы хотите найти свое хорошее положение, подставляетесь под трицепс, включайте, короче говоря, все другие мысли, кроме как фронтальный нажим. А фронтальный нажим – это вот это движение, в котором грудная клетка и плечевой сустав играют огромную роль. Конечно, естественно, вы, имея мощный крюк, можете пропустить атаку фронтального нажима, именно вот так. Подставить крюк, и тогда уже бороться вашу любимую технику. Вы можете это сделать, но, имея фронтальный нажим, мощный фронтальный нажим, вы можете опередить своего соперника в старте. И мощным ударом фронтально сбить его руку, его же руку поставить в положение крюка. Поэтому помните о том, что фронтальный нажим – очень важное упражнение для каждого спортсмена. Практически фронтальный нажим участвует, присутствует прежде всего в борьбе, так званой, перед самой командой «Ради Гоу». Потому что, понятное дело, перед установкой спортсменов захвата, перед командой «Ради Гоу», каждый судья старается установить руки спортсмена так, чтобы было как бы правильно, чтобы не было загиба, руки находились на центре, но прежде всего сами спортсмены борются за этот хват, а не борются за то положение, которое для них будет выгодно. Если вы вашу руку отставите вот такое положение, сразу же я вам говорю, что вы попадаете или в крюк, или ваши пальцы раскрываются до такого уровня, что вы уже ничего не можете сделать. Фронтальный нажим – это очень важный момент перед стартом. В фронтальном нажиме вы должны обратить внимание на все элементы. Прежде всего, если у вас слабая грудь, вы должны работать много на грудь. Если у вас слабое плечо, вы должны укреплять свой плечевой сустав такими упражнениями, которые можете укрепить целую сумку. Это может быть и подъем штанги вверх, и гантели разного рода. Тем не менее, в фронтальном нажиме три огнива очень важны в этой цепи. Это связка прежде всего грудь и плечевой сустав.